Вот смотрю на свои огороды и думаю, какой же я чудесный фермер. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новенькое видео. На огородах я не был где-то дней уже 5, и вы посмотрите, они держатся в идеальном состоянии. А всё потому, что я правильно вспахивал и удобрял эти огороды. Теперь росточки чувствуют себя прекрасно, и пшеничка, и морковочка, и картошечка, всё тут растёт. Поэтому сегодня я опять не пойду на огороды. Сегодня я пойду домой, слушайте, прекрасно, вот один раз нормально поработал, и всё теперь хорошо. Тем более уже вечереет, сейчас немного посижу за компьютером, да спать пойду. Потому что, если честно, несмотря на то, что я ничего не делал, я устал очень сильно. Житель, может, мне постучать? Да нет, спасибо, я сам исправлюсь. Ой, Компот, это ты? Да, житель, а что ты стоишь тут возле моей двери, ты что-то хотел? Да, Компот, хотел, вот смотри, ты же у нас лучший фермер в деревне, это же правда? Не поверишь, житель, я только что со своими подписчиками об этом говорил. Да, фермер, я, ну, действительно хороший у нас в деревне. Мне нужна твоя помощь как фермера, пойдём в мой дом, я тебе всё покажу. Житель, уже вечер, ну ладно, хорошо, пойдём, заинтересовал. Экс, ну давай, житель, рассказывай, что ты меня позвал. Пойдём, Компот, спускайся в подвал. Куда, в подвал? Ты серьёзно, житель? Что тут происходит вообще, я не понимаю, что тут... Т-творица, это что тут такое? В общем-то, Компот, ну ты знаешь, что я учёный, да, как бы, и на днях я вывел специальный росток дерева, я сделал дерево-мутант. Дерево-мутант? Эм, ты серьёзно сейчас житель? Да, я очень долго разрабатывал специальный экстракт, который превращает обычные ростки деревьев в деревья-мутанты. Офигеть, сколько ты это делал, ё-моё? Ой, Компот, я это делал очень-очень долго и наконец-таки сделал. Так, хорошо, ну раз ты уже всё сделал, расскажи, в чём нужна моя помощь как фермера? Дело в том, что для этого саженца нужны специальные условия посадки, ты бы не смог помочь мне его посадить. Посадить этот саженец? Слушай, ну я никогда не сажал деревья-мутанты. Но, слушай, ты на самом деле молодец, что ты сделал это, потому что у нас в деревне не хватает деревьев, серьёзно тебе говорю, очень мало их. Только у меня один вопрос перед тем, как мы его посадим, а почему он мутант? В чём его мутантность, так скажем? В его аномально больших размерах. Аномально больших размерах? Слушай, интересно посмотреть на эти размеры. Так, ладно, хорошо, я вижу, ты тут конкретно запарился, что-то изучал, какие-то ростки тут высаживал. Ну, слушай, ты молодец. Так, вот это ещё не всё, держи. Ну-ка, о-опа, что это такое? Это минеральная какая-то земля? Да, это специальная грядка, которую я обогатил минералами. Житель учёный, да ты фермер получше меня. Так, а зачем мне это? Смотри, система посадки этого дерева такая. Вокруг обязательно должно быть 4 источника воды и обязательно 4 этих минеральных земли. Ага, понял, ладно, хорошо, давай тогда сделаем так. Я сейчас пойду, возьму мотыгу, возьму воду, короче, всё сделаю, всё подготовлю. А ты лучше скажи, где мы будем его сажать. Давай прям в центре деревни посадим, он там будет красиво расти. Красиво расти? Ну, в принципе, ладно, житель. Ну, ты, конечно, молодец, запарился. Так, тогда я забираю с собой этот саженец, это дерево-мутант. Всё, давай, капот, встречаемся через 5 минут в центре деревни. Всё, давай, житель, договорились, я пойду всё подготавливать. Слушайте, интересный вечерочек у нас с вами получается. Ой же, конкретный вечер, уже темнеть сейчас будет. Житель разработал какое-то дерево-мутант. Вы только взгляните, ещё и почву какую-то милерали... Мир... Мирилинизиров... Минерализированную подготовил. Я как фермер просто обязан принять в этом участие. Мне очень интересно, какое это дерево вырастет, насколько оно будет большое. Интересно, оно будет больше, чем мой дом? Ну, не, наверное, не настолько. Наверное, будет как вот этот вот дом, да? Просто супергигантских деревьев, ну, не бывает же, объективно. Так, ладно, хорошо, давайте сделаем ведро и сделаем лопату. Благо, на это инструменты у меня есть. Так, крафтим ведро. Я бы, на самом деле, 4 ведра скрафтил, но у меня не хватает. И скрафтим лопату. Всё, отлично. Я вроде всё сделал, лишнее убираем. И погнали набирать воду прямо из колодца. Так, побежали. К сожалению, из-за того, что у меня только лишь одно ведро, придётся сбегать в колодец 4 раза. Ну, ничего страшного. Так, где этот житель? Я в центре деревни. О, вот ты. Ну, чё, готов? Да, компот, смотри. Высаживай, значит, сначала плодородную землю. 4 блока надо посадить. Так, плодородную землю. Ну, давай сделаем так, короче. Тогда, если 4 блока надо посадить, у нас дерево будет расти по центру. Вот тут будет плодородная земля. Вот тут будет плодородная земля. Вот тут, естественно, вот тут вот тоже. А вот сюда мы потом с собой посадим дерево. А по бокам я предлагаю разделить воду. Как ты на это смотришь? Нормальная конструкция? О, да, это гениально. Она будет лучше всего питать саженец. Ну, вот, а я о чём. Сейчас только у меня, к сожалению, одно ведро. Придётся, конечно, побегать. Ну, ничего страшного. И последнее ведёрко воды я принёс. Ну, что, житель, я сажаю дерево мутанта. Так, компот, я тебе доверяю. Ты фермер, делай это осторожно и аккуратно. Не сломай его. Я очень долго его выводил. Житель, я тебя понял, не волнуйся. У меня лёгкая рука. Сейчас всё сделаем так. Вот сюда вот как нить вот так. Опа! Слушай, ну, нормально выглядит. Ура, мы это сделали, компот. Ну, всё, к утру вырастет. К утру вырастет? Серьёзно? Я думал, там несколько недель надо ждать будет. А тут, серьёзно, к утру вырастет? Ну, конечно, мы же построили специальную конструкцию. Плюс это дерево мутан. Офигеть. Ну, ладно, я бы посмотрел. Тогда к утру придём смотреть, окей? Да, как бы всё. Утром встречаемся у этого дерева. Интересно, на сколько оно большое будет? А, ты тоже не знаешь, на сколько оно большое будет? Ну, надеюсь, что выше этого дома было бы очень интересно и красиво на это посмотреть. Слушай, ребята, побежали быстрее спать. Потому что я хочу уже проснуться поскорее, посмотреть, насколько большое это дерево будет. Мне реально вот тупо интересно. Так что всё, гасим свет, ложимся спать и на утро посмотрим, что же нас ждёт. Ё-моё, чё за фигня тут происходит? Чё тут... О, господи, где я? Что происходит? Ребята, вы здесь? Что-то я юмора не выкупаю. Погодите, пошла вон. Что это такое? Листва? Что? А что она делает в моём доме? Я не понял. Какого чёрта она здесь находится? Ребят, я не понял, у меня чё, дома аномалия какая-то, что ли? У меня внутри дома каким-то образом оказалась листва. Так, погодите, мне нужно докопаться за сундуков. Секунду. А где мои сундуки? Их что, листва уничтожило? Их что, листва уничтожило? Что тут вообще происходит? Эй, кто-нибудь... Что? Что тут творится? Я не понял, почему мы находимся на такой высоте и вокруг листва? Стоп. Мы вчера посадили дерево. Уж не хотите ли вы мне сказать, что я нахожусь на дереве? Что? Погодите, стоп. Не только я, походу, нахожусь на дереве. Тут ещё один дом находится тоже на дереве. Давайте-ка спустимся сюда. Так, главное не упасть вниз. Ё-моё. Эй, кто-нибудь в доме есть? Да, видимо, есть. Я кого-то слышу. Сейчас я уже иду. Житель, житель сосед, это ты? Робот, что за чертовщина тут творится? Я сам пока что ничего не понимаю. Житель, мы вчера с учёным посадили дерево-мутант. Я не верю, что оно проросло так сильно, что подняло наши дома в воздух. Робот, у меня весь дом в листве. Я не понимаю, что происходит. Так, житель, погоди. У тебя есть блоки и ножницы? Не, ножниц нет, а блоки вот, всё, что есть. Так, ладно, хорошо. Этого будет вполне достаточно, житель. Стой тут и никуда не выходи. Снаружи очень-очень опасно. Можно свалиться в самый низ. Короче, ко мне только что пришла идея, нужно подняться вверх по этой листве. И тогда мы с вами узнаем, дерево это или что-то другое. Поэтому давайте поднимаемся вот тут вот и запаркуриваем сюда. Отлично. Так, тут мой дом, но нам нужно выше, куда-нибудь вон туда. Главное, случайно, просто не свалиться вниз. Так, 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 поднимаемся. Не знаю пока что, куда я выкупаюсь. Надеюсь, куда-то в нормальное место. Погодите, стоп. Стоп, 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 я куда-то выкопался. Не понял. Ребят, походу я это, я походу очень сильно заблуждался. Не только мой дом и дом соседа подняло воздух, еще и всю деревню. Смотрите, это, это получается мы что, на дереве находимся что ли? Это дерево так проросло? Не, ну а по логике, что это еще может быть? Так, погодите, стоп. Это, это дом ученого. Это дом ученого. Давайте пробуем туда прокопаться. Ученый, ты здесь или нет? О, ученый, ученый, ты в порядке? А, Компот, что творится? Поднимайся, поднимайся, посмотри, что происходит. О, господи, Компот, кажется, я переборщил с мутонизацией дерева. Конечно, ты переборщил с мутонизацией. Это что, это вся наша деревня на дереве, что ли, находится? Походу да, она выросла так сильно, что пустила свои корни и ветви прямо под наши дома. И подняла их воздух на самый верх. А как нам отсюда спуститься? Ну не может же наша деревня находиться на дереве, на листве. Ты понимаешь, что тут провалиться можно? Тут очень опасно. Смотри, сколько тут непонятных дыр и обрывов. Не знаю, Компот, надо, наверное, спасателям звонить. Конечно, надо спасателям звонить. А что еще остается делать? Офигеть. Так, житель, погоди. У тебя есть ножницы? Ножниц нет, есть железо. Опа, понял, принял. Спасибо тебе большое. В принципе, этого достаточно мне. Как раз таки сейчас крафтим ножницы. Так, житель, ты тоже пока что стоишь здесь. У меня тут появилась небольшая идея. Мне нужно дойти до склада, только что из этого склад? Может это? Нет, это не склад. Я просто не понимаю, тут дома местами перепутаны. Может это склад? Погодите, там сундук я вижу. Походу это склад. Да, смотрите, это склад. Давайте посмотрим, что тут. Ничего. Тортик. Тут что, тоже ничего. Какого фига? И... Стоп, погодите, а тут дофига блоков. Но эти блоки мне ничего не дадут, потому что я не смогу построить лестницу прямо в воздухе. Мне нужно на что-то опираться. А вот батуты, в принципе, мне могут помочь. Тут довольно-таки много батутов, отлично. Для начала нам нужно спасти всех жителей. Нам нужно всю эту листву срезать, чтобы все смогли выйти из своих домов. Офигеть. Давайте поднимемся вот на этот дом, он тут самый большой. Посмотрим вообще с высоты на деревню. Так, я уже здесь, отлично. Капец, тут все поросло лианами. Так, так, так. Эй, тут кто-нибудь есть и жители? О, есть, отлично. Жители, не переживайте, сейчас мы всех отсюда вытащим. И не задавайте лишних вопросов. Да, наша деревня прямо сейчас находится на дереве. Так, а тут кто-нибудь есть? О, и тут есть жители. Давайте, ребята, сейчас всех отсюда освободим. Отлично. Так, поднимаемся наверх. И сейчас мы заценим все масштабы. Ё-моё. Абсолютно все дома, которые были в деревне, сейчас находятся на верхушке этого дерева. Мне интересно увидеть то, насколько у этого дерева большой ствол. Так что нужно спускаться потихонечку вниз. Так, 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 осторожно спускаемся по лиане. И что нам остается делать, ребята? Нам нужно прямо сейчас прыгнуть вниз и резко поставить под себя батут. Абат, ты чего с ума зашел? А как иначе, житель? Даже спасателям не позвонить. У меня телефон просто сожрала это листва. Только так. Раз, два, три. И давайте прыгаем. И ох, черт, за ветку зацепился. Давай, 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 ставь, ставь, ставь. Опа, ха-ха. Получилось. Получилось. У меня просто слов нет. Вы посмотрите, насколько это дерево огромное. Какие у него гигантские корни. Какой у него толстенный ствол. Это просто жесть. Чтобы мы еще раз жителям-ученым вырастили какое-то дерево-мутант. Посмотрите. Вот здесь вот раньше стояла моя деревня. Вот тут вот раньше стояла моя деревенская кузница. Вот там он был колодец. А теперь тут гигантское дерево, а деревня сверху. Ладно, короче, предлагаю прямо сейчас построить намного больше батутов, намного больше трамплинов для того, чтобы жители смогли оттуда эвакуироваться. Благо у меня их полным-полно, так что мы можем построить реально гигантский батут. Какой-нибудь, знаете, вот такой, чтобы никто из жителей явно не промазал. Блин, это дерево выглядит чертовски, конечно, красиво, но то, что там деревня наша сверху, меня это вообще не устраивает. Нужно будет как-то с этим разбираться и звонить спасателям. Что ж, ребята, с вами я прощаюсь. Прямо сейчас жители будут спрыгивать вниз прямо на этот батут. Всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята. Субтитры подогнал «Симон»!